Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Гоблин про процент обвинительных приговоров в России и в США». Наверное, сейчас будет про то, что в России всё хорошо, на Западе всё плохо, и вообще там негров вешают, смею предположить. Вину определит и установит суд. С, копирайт, даю. Дай-ка угадаю. В России 99,7% обвинительных приговоров. Хм, интрига. Если бы ты не был малолетним дебилом, ты бы задал вопрос знающим людям. А как так получается, что в России 99,7% обвинительных приговоров? И тебе бы, малолетнему дебилу, ответили, что на старте, когда ты приходишь в милицейский околоток и сообщаешь о том, что с тобой случилось, для тебя, наверное, не секрет, что в большинстве случаев тебя попытаются отфутболить. Ну, если только там не чья-то отрезанная голова в полиэтиленовом пакете. Да, или руки. То есть, не захотят вообще с тобой общаться. Постараюсь тебя убедить, что никого не найдут. Ну, про отрезанную голову, да, можно сказать, что это пророчество гоблина. Ничего не изменит, и вообще дело возбуждать. Вообще даже заявление писать не надо. Но нет, ты написал заявление. И уголовное дело возбуждено. Дальше дело расписывают следователю. Следователь, как нетрудно догадаться, ведёт следствие и шьёт дело. И поясняю для тупых. Если дело возбуждено, то возбуждено потому, что у него есть перспективы. И дальше его закрыть уже достаточно проблематично. Это, если закрыть возбуждённое уголовное дело вот ни с чем, это все получат по шапке, участники. Никого не наградят звездой. Да, хуже малолетних дебилов может быть только старый дурак. А как раз наоборот накажут. Что вы непонятно зачем его возбуждаете. Возбудили, не умеете расследовать. И в итоге будете наказаны за безобразное исполнение служебных обязанностей. Так вот, дело возбуждено. Вот его готовят. Следователь идёт к прокурору, в прокуратуру. И прокурор это государственный обвинитель. Там они вместе смотрят в это самое дело, определяют, какие в нём перспективы. Правильно ли подготовлены материалы. Потому что то у тебя нет понятых, то у тебя доказательства неправильно собраны и оформлены. Здесь не так, тут не так. Это всё, прокурор это контролирует. Всё это надо исправлять. И когда всё это исправлено, когда дело выглядит так, что комар носа не подточит, только тогда это дело попадёт в суд. То есть, в суд принесут уголовное дело такое, по которому... Но в действительности это самое нелепое объяснение того, почему в России так много обвинительных приговоров. Не осудить нельзя. Потому что возбуждено оно грамотно, доказательства собраны грамотно, материал идеально оформлен. Да, особенно это забавно в ситуациях, когда адвокат указывает на то, что мой подсудимый, мой подзащитный, точнее, никак не мог совершить это преступление, потому что он в момент совершения преступления находился в другом месте, есть куча свидетелей, но всё равно приговор обвинительный. То есть, видите, вот с точки зрения Гоблина, хотя я сомневаюсь, что он сам в это верит, ему просто нужно что-то ответить, в российской системе судебной так много обвинительных приговоров, потому что все-все уголовные дела очень грамотно составлены, и комар нос не подточит. Это прекрасно. Это прекрасно, но жаль, что это всё существует только в голове Гоблина. И думать там не над чем, абсолютно не над чем. Ну, разве что сколько дать, 3 или 5. Вот над этим, да, подумают. А дела, которые не имеют перспектив, они в Российской Федерации до суда не доходят. Сколько их не доходит, ты же не считаешь, сколько человек в полицейском околотке получили отлуп, кому вообще никаких уголовных дел не возбудили. Ты не считаешь, нет? Ты говоришь, что в Америке не так, там 60% оправдательных приговоров, а я тебе отвечу. А там не умеют работать. Это там совершенно по-другому уступит. Да, действительно, судебная система американская. Хуйня полная. Всё прогнило, капитализм. То ли дело Российшка и постсоветское пространство. А в Северной Корее там, наверное, вообще так хорошо работают, что там, наверное, 100% обвинительных приговоров. Тройно и неправильно оформленные дела, их просто выкидывают, а этих, так сказать, подозреваемых отпускают из зала суда. И что? О чём это говорит? Это говорит о том, что... Ну да, там ещё есть всякие вещи, которые называются плоды гнилого дерева. Это когда, если доказательство собрано неправильно, то, значит, человека оправдывают. То есть, если в процессе сбора доказательств был нарушен закон, то, соответственно, доказательства не могут быть представлены в суде. Что дела там? Оформляются халатно. К сбору доказательств подходят халатно. Всё делают, спустив рукава, и поэтому в суде... Да, потому что это Америка, там всё халатно делают. То ли дело России. Всё разваливается. А у нас подход совершенно другой. И поэтому 99,7 обвинительных... Да, то есть вовсе не потому, что американский суд прислушивается к позиции адвоката, а российский суд игнорирует позицию адвоката. Нет, вовсе не поэтому. А потому что, видите, в России всё очень грамотно, органы следствия делают. А в Америке всё плохо. И вообще она скоро развалится. Приговоров. Понятно объясняю? Если ты не малолетний дебил, постарайся хотя бы задуматься, чего ты не понимаешь. Ну, как я уже сказал, хуже малолетних дебилов может быть только старый дурак. Потому что молодой дебил, он, знаете, повзрослеет, может быть, что-то там поумнеет. А вот старый дурак, уже его никак не исправишь. Он так и останется старым дураком. А в какой-то момент ещё и в маразм впадёт. Так, если это уже не случилось. Продолжение следует...